всем привет дорогие подписчики зрители канала с вами локи сегодня мы посмотрим на игру под названием days of war мультиплеерная война шутер в стиле heroes and generals battlefield и тому подобные игры но конечно поскромнее наверное начну наверное с того что игра базировалась изначально до выхода в стиме как бесплатная игра в раннем доступе и там действительно было написано мультиплеерная игра бесплатная но когда игра вышла нарезка стала стоит 450 рублей то есть 450 рублей за бесплатную игру и собственно разработчики это говорю и тем что сервера у них маленькие народ хочет поиграть и если сделать игру сразу бесплатный то это просто все не выдержит и места у них не хватит поэтому заплатите помогите ранний доступ все дела в общем получил я ключ и сейчас давайте же посмотрим что это за такой грандиозный проект под названием days of war здесь как мы видим есть сервера по картинкам карт я вижу здесь ну вот раз два три 4 4 4 4 5 6 7 ну примерно 7 карт у нас окей максимально как видим есть 8 12 16 32 64 человека ну хорошо давайте я зайду на какой-нибудь сервер и мы с вами посмотрим что же это за игра ну что ж ребят мы начали и сразу скажу что график стоит у меня на высоком это не супер ультра но пока по картинке я вижу какой-то brothers and arms может быть даже герои генералы а может быть даже и нет куда стреляют наши соратники я не знаю так ой 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 вон в окнах сидят выглядит все как-то довольно картонно то есть я пока не понимаю даже как летят пули так у нас есть пистолет у нас есть нож как-то тут можно режим вроде стрельбы менять фонарь какой фонарь о противотанковый выстрел да ну ладно давайте хотя бы кого-то заберем просто просто ваншот ваншот ванкил здесь соединенные штаты играют бьются против немцев ну посмотрите прорисовка какая-то очень странная она с диким запозданием так ладненько нужно привыкнуть туда мы залезть не можем так тут тоже наши а посмотрите наших выносит просто вперед ногами мы никого не убиваем ну ой ой снова зашли и убили я не могу на джип покататься нет жалко жалко как-то совсем все очень уныло честно еще иногда фпс просто куда-то улетает ну это ранний доступ конечно но мне кажется друзья вот не стоит эта игрушка 450 рублей просто не стоит гранату я туда могу закинуть ладно давайте вот так вот и нас снова убили нет ребят желание продолжать у меня нет просто никакого так что если вы хотите потратить деньги просто в пустоту то можете приобрести эту игру конечно либо ждать когда она станет бесплатной но на мой взгляд можно поиграть в heroes and generals во первых это будет бесплатно во вторых там куча уже контента а в третьих она идет гораздо стабильнее чем вот days of war с вами был локи друзья пишите свое мнение всем огромное спасибо за просмотр и пока пока